детишки пишут письма благодарности убийцы гей радар из государственной думы и как россиян готовят к ленинградской блокаде не будем терять времени с вас лайки подписка с меня интересные новости обряд ритуал и дань верности но никак не выборы прокремлевский философ дугин считает что для путина и лукашенко не надо проводить выборы ведь они вожди владимир владимировича путина александр григорьевич лукашенко настоящих воинов настоящих защитников отечества которых мы выбирали и выбираем принципе даже на уровне мне кажется процедуры избрания это даже как-то странно потому что мы это наши лидеры это наши правители это наши спасители это наши защитники наших отечеств и зачем их выбирать там ставить их рядом с другими они они не на том уровне находится чтобы их с кем поставить поэтому выбираем их это как дань просто верность это обряд ритуал мы говорим да вы легитимны да вы наши лидеры вы наши вожди продолжайте нами править с вами мы добьемся успехов новых побед именно с вами люди правят еще с прошлого века это каким должен быть успех чтобы к нему так долго идти лукашенко при власти 30 лет путин правит 24 года но российские боты в соцсетях уже раскачивают лодку что нелегитимный именно зеленский не перепутай еще брать и брать пропагандисты на федеральном тв протрезвели от победобесия по авдеевке и поняли что фронт не посыпался напомню авдеевка это пригород донецка даже не обещанный турбопатриотом выход на так называемые границы лднр я согласен вот дмитрий геннадь чем что победы еще до победы еще достаточно далеко нам еще предстоит у меня нет ощущения что фронт сыпется сопротивление у украинцев в общем-то достаточно упорные дерутся они за каждое село а у нас впереди еще только на донецком направлении такие достаточно крупные города как константиновка краматорск особенно краматорского огромными промышленными зонами славянск дружковка купинс на харкерском направлении херсон запорожье по правому берегу то есть нам еще брать и брать бредят запорожьем и херсоном но как водится за свои идеи депутаты и говорящий голова из тв умирать не пойдут для этого есть обычные россияне а приунылий эксперты посчитал количество украинских городов которые этим простым россиянам еще предстоит штурмовать так сказать увы осуем еще брать и брать причем очень глубоко симоньян предложила россиянам побыть немножко ленинградцами в блокаду по словам пропагандистки зрителям не следует забывать что страна воюет а напомнить об этом по ее мнению поможет ограничение в виде и производство снарядов до изнеможения нужно немножко вот с утра каждый день вспоминать что страна вообще-то воюет и нужно чуть больше энтузиазма столько решений у нас тогда будет приниматься быстро я хочу еще в конце напомнить что в блокадном ленинграде сорок первом самом страшном году когда вот это вот норма хлеба 125 граммов на служащих там 250 на рабочих смертельная норма то есть перед такой норм питания человек не может выжить да если он там как чей код времени так питается вот этот блага блокадный ленинград дал фронту в это время только в сорок первом году сотни танков сотни бронемашин несколько десятков бронепоездов миллионы мин и снарядов десятки тысяч авиабомб вот эти люди которые невероятным усилием воли голодные замерзший заставляет себе даже просто с кровати стать они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем нам всем надо об этом задуматься и стать немножко как они каждому на своем месте на фоне этого заявления даже удар ядеркой по сибири имени симоньян выглядит не таким бредовым в целом делитесь мнениями об инициативах пропагандистки в комментариях ниже будет интересно почитать удивительно как от начала войны заявление симоньян эволюционировали от эйфории до запугивания россиян блокадным хлебом пропагандистка на днях сама вспоминала как феврале 22 приготовила шампанское за скорую победу если до конца зимы не начнется большая война на украине я очень удивлюсь если я что-то понимаю в политике в нашей она начнется но именно конкретно в эту ночь я ничего не ждала у меня никаких таких данных не было и вот увидела эти сообщения разбудила тиграна он мне не поверил стали звонить друзьям они тоже сначала не поверили потом кто-то из них сказал ну что шампанское открываем так как в такую горькую шутку потому что конечно все понимали что шампанское открывать рано и до сих пор мы его не открыли стоит в холодильнике скоро прокиснет как именно грустной маргариты начале повеселей было в белгороде неравнодушный патриот поймал натовского супергероя речь о детском аниматоре в костюме супермен респект местному мужику не побоялся противостоять человеку из стали защитное инженерное сооружение это что-то нездоровое согласны с этим все выход единственный дописать на груди супермена букве с еще в и о тогда и понятней будет почему белгороде работает бомбоубежище и не стоит волноваться насчет натовского супермена детишки уже пишут письма на фронт новому кумиру олег кинев бывший депутат гордумы екатеринбурга был осужден за организацию убийства пенсионерки ради ее квартиры сейчас героя своего получает письма благодарности от юных россиян возможно они сочли что кинев тот самый рыжий рыжий конопаты спасибо вам большое победа будет за нами победа будет за нами особенно хочется показать письма которые нам призывают дети от горловой Валентины еще очень много писем от детей приходит которые они пишут именно с любовью видно что эти текст им не диктовали это души написаны он разгоняется до пяти километров в час и стреляет мягкими ракетами в казани в продаже появился игрушечный искандер 35 тысяч рублей и любая песочница становится исконно русской это детский ракетный комплекс и стреляет он вот такими ракетами мягкие снаряды в количестве трех штук заряжается и стреляет заряжается таким образом это работает есть световые эффекты звуковые колеса резиновые в ассортименте также представлен танк Т-34 с надписью со Сталина количество ограничено поспешите так сказать мобилизовать своего сынулю одежда прическа ногти косметика депутат Александр Хинштейн объяснил как работает его гейрадар соавтор закона о пропаганде ЛГБТ выступил с пояснением что непосредственно является пропагандой спойлер все что не понравится самому Хинштейну так в законе наверное и напишут как я представим себе идет молодой человек косметики в раскраске с длинными обеспеченными волосами несет сумку на сумке шестизначная радуга ногти у него украшены вот мы можем говорить что это определенная демонстрация или не может конституция или это его образ такой да ну каждый человек самовыражается конституция у нас же еще не отменена имеем право на это имеем право но есть есть принципы морали нравственности поведение общепризнанных у нас с вами если вы откроете состав административных правонарушений хулиганство вон в чем оно заключается в том числе и в этом в чем что накрашенный накрашенный с ногтями за это били в 90-х за это били очень сильно во дворах это я помню еще на высоких каблуках да а если государство уже подключилось к тому что будет доказывать за то что человек с длинными ногтями идет или неправильно раскрашен а говорили что путин вытянул страну из 90-х мужики пересмотрите свой гардероб чтобы не загреметь за хулиганство других новостей у меня для вас нет увидимся с удовольствием и у Продолжение следует...